Добрый день, простите, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В это время, как всегда, мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Не будет сегодняшний эфир исключением. И более локально поговорим о том, что происходит на рынке валютном. В частности, вы видите и слышали сейчас только что в обзоре новостей, что рубль укрепляется. И это, наверное, неплохо. Поговорим об этом. Итак, представляю гостей. Сегодня в студии Евгений Кошелев, аналитик Росбанка. Добрый день, Евгений. Добрый день. И в студии Иван Анашкин, аналитик финансовой компании «Концерн General Invest». Иван, добрый день. Здравствуйте, Олег. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, ну и собственные мысли. И тоже нам ваши мысли, нам тоже интересны. Так, еще одно приготовление, картину маслом. Давайте для понедельника, это всегда любопытно. 15.08 в Москве. Что произошло к этому времени на финансовых рынках? Начиная, еще раз повторю, с пятничного закрытия рынков Соединенных Штатов Америки. Стоит сделать на этом акцент, потому что позитивно все произошло у них. И, в частности, Dow Jones вырос на 1,2. Вновь выше 16 тысяч закрылся индикатор. S&P 500 вырос чуть больше процента. 1805 выше 1800. Соответственно, NASDAQ прибавил 0,7%. Далее мы смотрим на Азию. Сегодняшняя Азия тоже позитивна. Nikkei больше 2% в плюсе. Шанхай композит скромнее, 0,04 всего лишь. Европа. FTSE 100 в моменте, по крайней мере. Давайте я еще раз обновлю информацию. И, тем не менее, ничего почти не изменилось. Минус 0,2% теряет индикатор Великобритании, индикатор фондового рынка Великобритании. А индикатор российского рынка сегодня позитивно выглядит. И, в частности, 0,7% в плюсе РТС 1400 и 0,6% ММВБ 1457. Ну что ж, вполне себе неплохой отскок продолжается после оптимизма пятничного рубля. Как, еще раз повторю, вы уже слышали, также продолжает укрепление ниже 33 хонда, ниже 32,80. В общем, сейчас в этих пределах торгуется пара доллар-рубль. Смотрим на сырье и на Форекс. Высока нефть, высока дорога. 110,80 стоит бочка Brent. 98 долларов дают за Light Sweet. Золото после пятничной, волатильной достаточно торговли. Если кто-то смотрел там на краткие фреймы, сейчас находится, сейчас относительно стабильно и торгует в районе 1230 долларов за унцию. Далее валютный рынок отреагировал опять-таки на пятницу. Сейчас мы начнем с этого. Отреагировал на пятничные события очень позитивно. Евро-доллар уже выше 1,37. Недалеко и до годовых максимумов, так вы понимаете. 1,3830 там у нас был хай. Дальше доллар-иена тоже, ну по понятной причине, продолжает свой рост. В общем, все позитивно и здесь. Ну и набор голубых фишек. Сегодня в основном в плюсе. Теперь я понял, Иван, за эфиром, да? Аэрофлот не покупал, сказал он. Я думал, он сегодня валится. А он почти 5% он прибавил уже к этому времени. Я понял твою иронию. Итак, действительно, аэрофлот почти 5% в плюсе. Также неплохо выглядит. Ну, гораздо скромнее, конечно, чем аэрофлот. Но тем не менее, сургутнефтегаз больше процента. Почти процент Сбербанк. Что еще тут? 7,10 Лукойл, 6,10 МТС, 9,10 Ростел. Газпром, как наше все, скромен. Сегодня почти в нулях 0,05%. Хуже рынка ВТБ, 3,10 в минусе. Ирус Гидро с Уралкалием по 0,5%. Ну что ж, вот такова картина маслом. Что ж, жизнь продолжается. Как-то все так позитивненько. Может быть, все-таки будет? Жень, как ты думаешь, будет новогоднее ралли? Я так понимаю, каждую программу до Нового года я буду задавать этот вопрос. Пусть мне будет хуже. Ничто не сдерживает участников от того, чтобы перед Новым годом немножечко раскрутить индексы и какие-то фишки. В принципе, здесь и новостной фон такой тоже формируется, достаточно позитивный для того, чтобы можно было год закрыть в зеленых оттенках. Причем новостной фон, он выглядит и в США весьма неплохо, и в Европе. Ну, конечно, локальный наш российский новостной фон, он может немножечко испортить картину, но по последней динамике, в принципе, наши индексы не сильно реагируют на ситуацию с локальной статистикой. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, внешняя конъюнктура, она будет более в пользу сказываться в каких-то покупательных настроениях. Я понял. Хорошо, хорошо. По поводу, еще раз подчеркну, по поводу ожидаемого ралли. Ничто не мешает увидеть нам. Хорошие такие варианты, да? Я не вижу причин для отсутствия ралли. Ничто не мешает нам. Ну да ладно. Иван, вернемся к этому самому внешнему фону, к достаточно яркому позитиву, судя по картине, которую я только что набросал. Чем он вызван, прежде всего? Наверное, пятничным, да? Статистикой по рынку труда, нужно сказать. Ну да, безусловно. Пятничная статистика в США преподнесла некий сюрприз позитивный, но вместе с тем был еще сюрприз не с самими значениями связанный, а с тем, как рынки на него отреагировали. Потому что раньше достаточно четко прослеживалось взаимоотношение, что положительная статистика вызывает негативную реакцию, ну и, соответственно, наоборот. И после выхода статистики в пятницу участники рынка, которые в моменте смотрели за, соответственно, комодити с валютой и индексами, увидели, что резко возросла волатильность, и было ощущение, что никто просто не знает, в какую сторону вставать. Совершенно верно. В лонг или в шорт. Если позволишь, да, вот, Иван, очень точно, резко возросла волатильность, но для посвященных, посвященные слушатели наши, знаешь, что это такое? Для непосвященных скажу, вот я смотрю, сейчас открыл специально графики малых фреймов, в общем, было такое движение вниз, да, потому что все сначала оценили это традиционно, а точнее нетрадиционно, да, то, что плохо, хорошо, то, что хорошо, плохо. А потом, видимо, какая-то переоценка, забавно всегда, да, представить, как это, вот эти шарики ролики там в головах инвесторов этих трейдеров, как они бегают, да, вот сначала такая, потом подумали, подумали, вот о чем подумали, потом и начали отрастать почему-то, причем резко достаточно, и все закрылись в плюсах. — Сложно ответить на этот вопрос, чем это вызвано, то есть это просто какой-то, ну, не знаю, сдвиг, может быть, парадигмы, может быть, это случайность, которая, мы вернемся к тому, что было некоторое время назад, а может быть, действительно, мы пришли к новой реальности, и, наконец-то, уже рынки начинают реагировать нормально, и все идет к, собственно, завершению программы. — К новой старой реальности, да? — Ну, новой старой, да. — Жень, как ты думаешь, почему такая история? — Сегодня я пытаюсь как-то это сформулировать. — Вам как аналитикам уже понедельник сегодня, ладно, в пятницу, понятно, что сложно сразу, но в понедельник аналитики все выходят, первый ресурс, что произошло четыре дня, сколько там, три дня назад, вот что, давай. — Фундаментально ничего не произошло нового, потому что идейно, вот сколько ресерча я просмотрел перед тем, как вышли новости в пятницу, все ожидали примерно одинаковую картину, и специалисты по США... — Ты имеешь консенсус прогноза, да? — Да, консенсус прогноз, и все указывали на риски того, что безработица в США будет сверххорошая, то есть там ниже 7%, но, на мой взгляд, это можно подытожить некоторыми такими словами, что называется информационный вакуум, то есть рынки ожидают, могут ожидать определенный набор статистики, но регулятор американский в какой-то момент дал паузу, и он не трактует эту статистику в некоторых количественных показателях, в пороговых показателях, после которых может указывать на некоторые свои действия. Вот, если летом он дал четкие сигналы, что я готов сделать сокращение программы количественно, то сейчас такого не происходит, пока что. — Пока что, да, потому что у нас еще недели как минимум есть, а там, может, регуляторы отличиться. Давайте новости послушаем, потом продолжим. — Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Евгений Кошелев, аналитик Росбанка, и Иван Анашкин, аналитик финансовой компании «Концерн Дженерал Инвест». Обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию на рынке, все, что произошло, что происходит, что будет происходить, что было, что будет, чем сердце успокоится. Такой еще вариант. Ну, об успокоении нам думать рано, слава Богу. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, есть возможность к нашей беседе присоединиться. Давайте вернемся к пятничным событиям по рынку труда. А, все же хотелось, Жень, может быть, услышать более какой-то убедительный, вот что происходило в пятничестве, как рынок вообще-то отреагировал-то на нее? Я рассматриваю такие цифры по NFP, ну, то есть по американской безработице, в первую очередь с точки зрения облигаций, потому что, ну, как бы, облигационные ставки и вообще ставки денежного рынка, они очень тесно взаимосвязаны, они, как правило, влияют больше на валютную динамику, нежели то, что происходит на фондовых площадках. На рынке акций, да. Вот, соответственно, рынок облигаций здесь для меня в приоритете, и первичная реакция была ориентирована на то, чтобы доходности резко выросли. Это, опять же, все укладывается в идею о сворачивании. Смотрите, Смотри, Смотри, была первичная реакция ориентирована, или таковой она являлась? Вот в вашей терминологии на очень коротких таймфреймах, вот буквально минут 15, наверное. То есть подросли доходности? Да, подросли доходности. Именно поэтому вот мы видели укрепление доллара на валютном рынке? Ну, в том числе, да, да. Но потом все плавненько-плавненько успокоилось, и даже я могу сказать, что немного развернулось. Вот небольшое смягчение, оно продолжается уже там второй день. Сегодня все плавно-плавно снижается в терминах доходности. Ну, и вот с точки зрения ожиданий рынка, да, вернемся к этой парадигме, которая до последнего момента, да, Иван, существовала. Когда хорошее это плохое, ну, то есть всем это было связано. Я для слушателей напомню, что хорошая статистика по рынку труда говорила о возможном сокращении КУЕ, а это, соответственно, рынки воспринимали негативом и начинали активно падать. И, собственно, вот последняя статистика, выше 200 тысяч, да, если ПРОУСа говорить, там выше 200 тысяч новых рабочих мест было создано. На первых, первая реакция и на бандовом рынке, и, собственно, на валютном, я отслеживаю, по крайней мере, на нем, прежде всего реакция укрепления доллара, и рынки пошли вниз. А потом переоценили что-то, переоценили. Вот что они могли переоценить-то? Есть мнение, ладно, от вас я не добился его, как не пытался, но есть мнение ваших коллег, которые я сегодня с утра активно прочитывал, да, пролистывал, в попытках объяснить, что уже у многих заложена, значит, программа КУЕ, и это ничего страшного уже. Потом еще был акцент такой, мне очень понравился, что участники рынка видят, что экономика действительно, да, не просто там ростки какие-то показывает восстановление, она уверенно восстанавливается. А это, конечно, тоже будет позитивной для того же рынка акций, да? Ну, то есть позитив от положительной статистики перекрывает негатив от того, что, возможно, будет сворачивание КУЕ в ближайшее время. Ну, вполне возможно, что так, да. Опять же, возвращаясь к доходности по облигациям, допустим, американские десятилетки сейчас находятся на уровне 286, что, в принципе, достаточно высоко, и было примерно близко к этим уровням в прошлый раз, когда были ожидания, что КУЕ будет сворачивать. Вот. Так что, видимо, в ценах уже заложено, то есть в ожиданиях рынка заложено, что январь, февраль, или, может быть, и раньше КУЕ будет сокращено. Ну, то есть объемы. А, кстати, по поводу раньше. Теперь мы проанонсируем, наверное, есть смысл, да, потому что периодически мы говорим о том, что будет являться на ближайшее время, на текущей неделе, там, ключевым событием. Вот на следующей неделе будет очередной декабрьской, да, последней в этом году, и последней под предводительством господина Бернанки заседания Федрезерва 17-18 декабря, насколько я помню, вторник-среда, да? Ну, и, собственно, ожидание, что именно на нем объявят о начале, сворачивание программы, или, как, да, Жень, ты правильно говорил, что сейчас никаких коммуникаций вроде нет, в рынок ничего не вбрасывается, а там может какая-то история, значит, вновь озвучена быть. Ну, здесь все не настолько однозначно, как хотелось бы, вот, потому что, в принципе, здесь нет такого четкого критерия, что вот обязательно тейперинг, сокращение программы и все, потому что идейно рынки сейчас должны смотреть на ставки процента, ну, процентные ставки, и регулятор американский вроде бы как обещает, ну, намекает на то, что мы должны, ну, что они должны пересмотреть ориентиры по инфляции, по безработице, которые будут удлинять период, в течение которого ставка рефинансирования будет находиться на крайне низком уровне. То есть сейчас не идет речь непосредственно о программах КУЕ, а просто, да, низкий процесс ставок, как мягкая монетанка. Вот, и это направление политики, оно очень часто было ассоциировано с тем, что происходит подготовка к сокращению КУЕ, и, ну, некоторый такой намек был на то, что якобы политика будет ужесточаться. Это вещи абсолютно не связаны между собой. Регулятор американский просто на взгляд, на мой взгляд, и на взгляд вообще консенсуса рыночного, он должен просто произвести замену одного инструмента на другой. Должен дать понять, что ставки будут находиться на экстренно низком уровне на протяжении более длительного периода времени. Когда он это сделает в декабре, в январе или в марте, это, конечно, важно, но важен сам момент. Вот, здесь уже информационное поле давно подготовлено, и рынки уже не знают, как реагировать, потому что хорошая статистика – хорошо, плохая статистика – хорошо, и наоборот. То есть здесь скорее уже такой информационный шум появляется, и здесь, наверное, вот это то, что я называю информационный вакуум, коммуникационная политика, Бернанке о ней говорил, и он говорил о ней два месяца назад, когда делал выступление перед университетской аудиторией. И он говорил о том, что необходимо сейчас правильно произвести переключение одного информационного поля на другое. Соответственно, когда это произойдет, ну тоже не совсем понятно, потому что ему предстоит передать эстафету своему, скажем так, последователю, учитывая то, что Джанет Елен, она приверженец тоже экстренно мягких взглядов, то вполне возможно, что он ей доверит уже сам процесс перехода. Соответственно, это немножечко будет оттягивать период на январь, возможно, март. Просто надо еще помнить второй момент. Ведь осенью почему не происходило сокращение программы количественного смягчения? Американский регулятор предвидел, что будет проблема с фискальными историями в США, невозможность договориться двух лидирующих партий. Она как бы уже давно витала в воздухе, там еще с 2011 года. И как бы это, наверное, ну не надо было об этом особо задумываться, надо было просто перестраховаться. Вот в феврале предстоит очередной раунд согласования бюджета. И я вот в некоторой степени опасаюсь, что могут опять попридержать вот эти вот сами переходы, сокращение одной политики и смягчение ориентира в другой в целях для того, чтобы смягчить просто общий информационный фон, связанный с фискальными историями в США. Ну то есть получается, что некая дополнительная еще мотивация сюда включается. То есть не так все, как ты говорил, однозначно, хорошая статистика, значит, так, плохая, так. Тут есть что-то, политический фон какой-то. Обязательно он присутствует всегда. Хоть американский регулятор и сторонится влияние там политических факторов на свою деятельность, но в той или иной степени обязан поддерживать финансовую стабильность. И дополнительная там волатильность долгосрочных процентных ставок ему будет очень не кстати в периоде, когда он будет задавать новые ориентиры. Есть один момент, учитывая, что промежутки между как раз вот этими обсуждениями госдолга, потолка госдолга все больше и больше сокращаются, и есть шанс потеряться в тактике и забыть о стратегии, то есть каких-то долгосрочных целях. Да, нелегко. Нелегко коллегам из-за океана. Давайте послушаем, у нас есть звонок, и в две минутки как раз выслушаем, потом ответим. Максим, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вопрос, собственно говоря, следующий. Насколько реально оценивают ваши эксперты возможность девальвации рубля весной, и насколько возможно перед этим рост, как бы, ну, после новогодней праздники, то есть конец января, начало февраля. Рост рубля же? Да, да, да. То есть, как бы, перед падением он должен маленько подразделить. Ну, это логично. Максим, и контр-вопрос, если позволите, а почему у вас такие временные характеристики, временные границы? Вы с чем это связываете? Ну, с личными тратами, ну, вот, в валюте. Нет, 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 я сейчас... Ну, и по бизнесу, как бы, соответственно, если планировать закупки импорта, как бы, то, соответственно, лучше их планировать на тот срок, когда доллар припадает. Это логично. Максим, я немножко не понял, или бы я некорректен был. Вопрос какой был? Почему вы считаете, что именно вот до Нового года, в начале Нового года будет рубль укрепляться, а, значит, где-то на весну вы, да, запланировали вот девальвацию? Ну, я думаю, что это не результат вашей финансовой деятельности. Нет, это не результат моей деятельности. Это, как бы, некие эксперты оценивают ситуацию на валютном рынке с перспективой в полгода. Понятно. Максим, спасибо за вопрос. Сейчас мы все же не успеем на него ответить, поэтому давайте мы так сделаем. Послушаем новости на Финам.ФМ внимательно. Может быть, кстати, и там что-то будет в ответ на вопрос Максима. Потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и говорим о перспективах рубля, собственно. Вопрос прозвучал от нашего слушателя, ну и тема, локальная тема была заявлена именно эта. Чего ждать от рубля в конце года? Я еще раз напомню, сегодня в студии Евгений Кошелев, аналитик Росбанка, и Иван Анашкин, аналитик финансовой компании «Концерн General Invest». И еще раз, на всякий случай, телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Жень, ну давай с тебя начнем, собственно, ответ на вопрос Максима. Я напомню, если надо, да? Значит, интересовался он перспективами девальвации рубля весной будущего года и, собственно, укрепление его в преддверии новогодних праздников, ну и, может быть, там, чуть-чуть после их. По порядочку пойдем. Давай. До конца года рубль, на мой взгляд, не имеет серьезных каких-то факторов, которые будут поддерживать его, то есть он будет немножечко ослабляться. Я здесь делаю оговорку по поводу того, что я подразумеваю под рублем и его ослаблением. Это, в первую очередь, бивалютная корзина, потому что сами компоненты, это рубль-доллар и евро-рубль, они очень волатильны между собой и несут на себе еще отпечаток волатильности пары евро-доллара. Так как бивалютная корзина составлена пропорционально из двух компонентов, то, соответственно, взаимная стоимость евро против доллара, она тоже очень сильно влияет на стоимость рубля против доллара и рубля против евро. Другими словами, в какой-то момент мы можем увидеть укрепление рубля против доллара и ослабление его против евро, или наоборот. Да. Фундаментально здесь нет каких-то таких замысловатых историй. И многие делали ставки на то, что, опять же, тоже сокращение, программа количественного смягчения будет давить на рубль, потому что рубль относится к валютам развивающихся рынков, и все эти валюты агрессивно продавали. Продавали летом, продавали осенью, вот, с небольшими отскоками, восстановлениями, но они были непродолжительные. Вот, следовали циклы ужесточения монетарной политики в целях поддержания валюты, и это не сильно-то и помогало. То есть помогало немного, но сдерживало какие-то экстренные выходы из этих валют. Вот, рубль в этом плане не защищен, скажем так, потому что повышение процентных ставок, ну, это скорее перспектива маловероятная до конца года. Плюс к тому, под Новый год, как правило, обычно очень сильно покупают валюту те, кто собирается поехать за рубеж отдохнуть, те, кто покупают какие-то заграничные подарки, то есть, опять же, импортные подарки. Плюс есть еще небольшой фактор, который будет давить на рубль, это погашение локальными компаниями и банками долго перед зарубежными кредиторами. Я склонен полагать, что весь объем, который погашают, скажем так, ну, он достаточно большой, он не сезонно большой для рубля, но какие-то кредиты будут просто пролонгированы, потому что, ну, иначе это не совсем правильно выводить деньги из бизнеса, выводить деньги из аппаратного капитала. Вот, поэтому здесь, ну, так, 50-50, то есть, средний либо большой объем. Поэтому, скорее, наверное, не в пользу рубля будет до конца года. Вот, но, наверное, в начале следующего года будет положительная небольшая динамика восстановления. Здесь, в первую очередь, наверное, все-таки будет, опять же, внешний фон определять, потому что внутренние факторы, они, ну, сейчас нейтральны. Вот такие фундаментальные факторы, как компоненты платежного баланса, там, инфляционная динамика, там, доходности, процентные ставки, они, скорее, нейтральны для того, чтобы рубль укреплялся или ослабевал. Поэтому внешний фон в начале года, он будет, наверное, показательным. Кстати, вот, прошлая неделя, последние три дня, по крайней мере, когда рубль, да, с 33 упал до 32, сейчас вот 32, 80, это тоже внешний фактор, я правильно понимаю? Ну, да, вот здесь та самая волатильность играет роль, потому что, с одной стороны, рубль должен отыгрывать то, что происходит в паре евро-доллар, во-вторых, он должен еще учитывать локальные факторы. Ну, вот, укрепление рубля в данном контексте можно отнести к сезонному, на уровне одного месяца, сезонному фактору. У нас ежемесячно уплачиваются налоги, и экспортеры обязаны конвертировать валюту, продавая определенные объемы на открытом рынке, которые в конечном итоге и стимулируют укрепление рубля. Вот, соответственно, вот такие вот моментальные какие-то прыжки, они, ну, случаются, и потенциально, как бы, здесь ничего другого не произойдет. Ну, да, ну, да, ну, долгосрочно, тем не менее, картина меняется. Иван, твой взгляд, давайте до конца года опять и начало следующего. Соглашусь с Женей, то, что рубль до конца года будет испытывать некоторое давление, прежде всего, это связано с тем, что если посмотреть, допустим, на индексы развивающихся стран и уже развитых, да, то индексы фондовые Америки, Европы и Японии показали очень хороший уверенный рост по сравнению с индексами развивающихся стран, которые находятся, ну, скажем, в красной зоне, да. С этим связан достаточно большой отток капитала из, с рынков развивающихся стран, что, соответственно, ставит под удар национальные валюты этих стран. То есть до конца года он будет продолжаться? Ну, нет фактов, которые бы говорили об обратном. Да, с другой стороны, Россия по-прежнему остается достаточно сильным нефтегазовым экспортером, что, собственно говоря, будет поддерживать национальные валюты. Я не беру здесь говорить о каких-то более локальных вещах, потому что есть достаточно большие риски событий, которые, скажем так, политизированные, да, которые зависят от конкретных людей и что может изменить курс рубля. То есть, к примеру, если будет принято какое-то волевое политическое решение о том, что из-за пересмотра прогноза на рост ВВП России в конце этого года с 1,8% до 1,4%, ну и, соответственно, в следующем году необходима более мягкая монетарная политика, то может быть курс снижен. Однако здесь, опять же, границей выступает какой-то, наверное, должны быть психологические уровни, ниже которых курс рубля не сможет опуститься, потому что это уже будет политически неверно. Ну, то есть, грубо говоря, просто население страны не одобрит такую политику, что будет способствовать снижению популярности власти. — Смотрите, тогда, если можно конкретно, вот сейчас я смотрю опять на доллар-рубль, значит, на прошлой неделе мы видели максимум в районе 33.30, и с тех пор пятница, четверг-среда, среда вниз, четверг вниз, в пятницу еще более вниз, да, 32.80. Ну и сегодня вот открылись с гэпом вниз, сейчас его закрыли, в общем, 32.80. Вот это максимальное укрепление на ближайшую перспективу, на конец года или начало следующего. Или мы можем все-таки пониже еще увидеть, или, точнее, посильнее рубль увидеть, 32.80. — Здесь очень сложно сказать, насколько сильно там может что-то куда-то сдвинуться, потому что здесь вот на таких локальных движениях играют роль уже технические факты. Если мы говорим о укреплении рубля сейчас там с 33.30 до 32.80, то вот вопрос такой, что рубль укрепился или доллар ослаб? Ведь доллар шагнул 1.35-1.37 против евро, и против остальных валют он тоже достаточно сильно ослаб за последние там полторы недели. Вот, соответственно, здесь вопрос технических уровней, он, наверное, ну такой как бы, это просто гадание на воде, на мой взгляд, потому что можно посмотреть на... — Ты сейчас бросил камень в сторону технического анализа. — Ну, я сам иногда прибегаю к таким методам, потому что... — Не, ну я с тобой согласен, на самом деле это в какой-то степени тоже гадание на кофейной гуще. — Потому что можно примерно представить направление движения, можно примерно представить те уровни, где будет происходить сопротивление тех или иных интересов. Это всего лишь концентрация интересов на каких-то определенных значениях, ни больше, ни меньше. Так как я не торгую, то мне сложно сказать, где кто концентрируется, в какой степени, поэтому мое отношение, скорее, оно такое, немного более скептическое, чем соответствующих специалистов. — Нет, нет, у тебя нормальная позиция аналитика, я тебя умоляю, конечно. — Соответственно, на мой взгляд, до конца года мы вполне можем увидеть доллар чуть-чуть покрепче, и там диапазон 32, 50, 33 — это вполне нормальный диапазон, в котором мы будем колебаться. — Технический аналитик сразу бы сказал, 32, 50, 33, значит, этот фундаментальный аналитик, правильно так тебя называть, он долго-долго-долго ходил вокруг до окона, потом в конечном итоге, слава богу, все-таки цифры прозвучали. Иван, давай то же самое для тебя. — Я затрудняюсь сказать конкретные уровни, мы скорее оцениваем вероятность сильных каких-то движений и пытаемся минимизировать риски валютные для наших клиентов. А дальше, если мы видим какие-то интересные варианты доходности с низким риском в юрисдикции других валют, то мы оцениваем валютный риск только с той точки зрения, будет ли сильная девальвация, то есть больше на наших клиентов ориентируемся. — Цифры сложно здесь называть, хотя все-таки смотрите, учитывая звонок нашего слушателя Максима, я напомню, у него есть бизнес, я так понимаю, он связан именно с тем, что к концу года ему важен курс доллар-рубль, потому что есть там, я так понимаю, какие-то траты, что называется. Сейчас эту валюту покупать или чуть позже ее покупать. Ну ладно, давайте на вторую часть этого вопроса, и это будет опять не иметь такого прикладного значения, не буду я вас мучить возможными котировками, уровнями и прочими вещами. Идея вообще девальвации рубля, которую Максим запланировал, извините, Максим предположил, или он там прочитал у кого-то, которую запланировали на весну, говорят, по крайней мере, о весенней возможной девальвации. Причем слово девальвация все-таки мне хотелось подчеркнуть, чтобы мы не воспринимали это, как некоторое время назад официальные лица по поводу изменения на рубль называли это девальвацией, это серьезное движение. Вот есть ли основания, в принципе, для весенней девальвации? В двух словах я скажу про само слово девальвацию. То есть я в последнее время очень, так скажем, аккуратно стараюсь следовать этой терминологии, потому что девальвация, она исторически все-таки управляемое ослабление. Имеет такой подтекст, что это управляемое ослабление той или иной валюты. Рубль становится постепенно плавающей валютой, и здесь Центральный банк делает достаточно много для того, чтобы снизить свое влияние на валютном рынке. Это связано с его переходом к инфляционному таргетированию и, соответственно, снижению интервенций на валютном. Поэтому рубль становится постепенно все более плавающим, и он уже не девальвируется, он ослабевает или укрепляется. Но что касается перспективы того же марта месяца, мне кажется, что март может стать тем месяцем, когда регулятор произведет еще один очередной шаг по снижению своего влияния на валютную динамику рубля. И, соответственно, здесь, возможно, участники рынка, фундаментальные игроки и спекулятивные игроки, они все-таки попробуют переоценить положение рубля, скажем так, чуть-чуть послабее, чем он сейчас находится. Но это в контексте плавающих валют становится просто уже, ну, скажем так, непостоянное движение. То есть он точно так же сможет и укрепиться. Вот это все переводится теперь в термины доверия. Доверие к политике, доверие к регулятору, доверие, ну, в общем, доверие к валюте. А, кстати, с чем связан именно март, месяц март? Это, ну, скорее, наверное, больше просто по ощущению, потому что Центральный банк делал несколько корректировок своей валютной политики именно в начале года, февраль-март предыдущие года. Соответственно, что может его подстегнуть выступить в очередной раз в марте, мне кажется, только какой-то экстренно негативный фон его может задержать. Такой сезонный, сезонный фактор, сезонное обострение. Ну, или если дотянут до как раз сворачивания программы количественного смягчения. Нет, это так, если звезды лягут, я так говорю, если так совпадет. Ну, хорошо, сейчас прервемся еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Значит, обсуждаем мы динамику рубля в ближней и среднесрочной перспективе, краткосрочной и среднесрочной перспективе. И еще раз напомню, Евгений Кошелев, аналитик Росбанка и Иван Анашкин, аналитик финансовой компании Концент Дженерал Инвест, сегодня в студии сухого остатка. Телефон этой самой студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Можете позвонить и написать нам, задать свои вопросы. Ну, и заканчивая, да, разговор вокруг перспектив этих самых, про март мы заговорили, может ли это быть сезонным фактором, да? А может это, Жень, связано с Олимпиадой? Потеряли тебя, давай. Я думаю, вряд ли это может быть связано с Олимпиадой, ни в коем случае. Это, ну, как бы, разный, совершенно из разной плоскости события. Поэтому это формально может произойти и не в марте. Потому что регулятор, он в первую очередь нацелен сейчас на сглаживание волатильности рубля. Все еще у него есть такая цель. Он участвует с интервенциями и будет исходить исключительно из того, как складывается ситуация. Иван сказал, что если вдруг произойдет тейперинг в марте, то тут, возможно, я думаю, он все-таки возьмет паузу и посмотрит, как валюты развивающихся рынков будут реагировать. То есть как тейперинг, да? Какое влияние окажет, чтобы самому не верить? Да, отток капитала, как будет реально стимулировать динамику валюты. Вот в этом вопросе, конечно, март, он просто календарно хорошо вписывается, потому что можно сделать в два шага. Например, в начале, в конце первого квартала или, например, в конце третьего квартала. То есть это будет время для адаптации участников рынка к плавающему рублю. И уже с 2014-2015 года уже в новом режиме управления процентными ставками и таргетирование инфляции, как бы вступить в новые правила игры. Ну да. Все так красиво вроде, да? Планируется все так неплохо. С точки зрения Олимпиады, наверное, если уж совсем быть хитрым, то, наверное, логичнее было бы укрепить курс национальной валюты, чтобы больше получить от приезжих соответственно валюту. А дальше уже да. Согласен. Может быть, это действительно так. Это скорее шутка. Я понял. Мы посмеемся потом. Я просто думаю, что если этот фактор действительно учитывать, то логично было предположить, что регулятор в этот период будет более активно следить за волатильностью на валютном рынке. Вот об этом я хотел подумать. К сожалению, здесь нет такой опции вмешиваться в какие-то локальные тренды. Есть общее правило, что регулятор сейчас, например, он осуществляет покупку определенной суммы эквивалентной 200-400 миллионам долларов в некоторых диапазонах бивалютной корзины. Он не может эти суммы оперативно туда-сюда повышать, понижать. Почему? Нет, он может их понижать и повышать формально, но если он будет это делать очень часто, то это будет, скажем так, нарушать доверие со стороны рынка, потому что сейчас все уже постепенно свыкаются с мыслью, что регулятор будет постепенно-постепенно уходить. И последние действия, которые он предпринимал в сентябре, расширяя нейтральный коридор, где вообще не проводят никаких интервенций и снижая объем целевых интервенций, все идет к тому, что, скорее всего, следующий шаг будет либо еще сокращение, либо отказ от каких-то диапазонов и, опять же, объемов интервенционных. То есть, если сейчас предположить, что он активно начнет вмешиваться в формировании курса, это какие-то... Я бы сказал так, что если он сейчас начнет повышать некоторые объемы, то, наверное, это вызовет очень резкое недоверие, потому что, ну, щелкнет где-то такое понимание, что если регулятор начинает активнее поддерживать рубль, то что-то не в порядке, что где-то есть угроза. Ведь такое было в 2009 году, когда регулятор очень агрессивно сдерживал ослабление рубля, когда навис огромный объем погашения иностранной валюты, обязательств в иностранной валюте, и дело шло, по сути, к банковскому краху, к краху банковской системы. Поэтому здесь, наверное, лучше не навредить. Поэтому такое вот правило, оно будет работать, и вряд ли регулятор будет вмешиваться вообще во все эти истории в связи с проводимой Олимпиадой. Ладно, Олимпиаде пока забыли, да, пока в сторону отставили ее. И тем не менее, Женя, две фразы ключевые произнес. Ну, одну абстрактную такую, да, значит, что-то не так, где-то не так в консерватории. А потом конкретную. Вспомнив, в 2009 год ты говорил о крахе банковской системы. О потенциальном. О потенциальном, конечно, о возможном. Ну, слово крах, да, я перекрещусь, слава богу, все это миновало, и сейчас мы тоже это слово с вами использовать не будем. Но что-то в банковской системе показывает последние события, по крайней мере, что-то не так, Иван. Какие-то там винтики подкрутить не мешало бы. А может быть, собственно, этот процесс-то идет. Ну, безусловно, сложно как-то спекулировать на тему того, что происходит в главах руководителей, ответственных за соответствующую политику в Банке России, вызвано ли это какими-то конкретными показателями, конкретными проблемами, или просто есть новый тренд, направленный на укропнение банков, потому что, ну, их сейчас достаточно много. На самом деле непонятно. Многовато. Многовато, да. То есть, есть ли специальная программа или нет, сложно сказать. Безусловно, участников рынка напугало, вернее, не напугало, это слишком суровое слово. Скорее, насторожили события последних дней, недель, недель, в том числе связанные с мастербанком и отзывом лицензии у других банков. Слегка насторожились ставки, слегка отреагировали ростом, но в целом я не могу сказать, что есть какие-то синдромы того, что ситуация движется к какому-то кризису. На данный момент, в принципе, все достаточно спокойно. Жень. Я могу сказать только... Кстати, по поводу ставок меня интересует. Действительно реакция была, да? Там такой объем ликвидности оборачивается, что... Никто не заметил? Ну, немного заметили, но это не системный кризис. Это не системный кризис недоверия межбанковского, когда лимиты друг на друга сокращают и абсолютно перестают давать денежные средства. Да, в долг. Да. Плюс к тому, мастербанк, он хоть и большой, но все же он... Его сложно отнести к системообразующим банкам нашего денежного рынка и вообще нашей банковской системы. Поэтому здесь, наверное, сложно сказать, что прям вот прям резко выросли ставки. Нет, ставки сейчас и без того достаточно высокие и шока как такового не произошло. Значимого шока. Я хотел сказать по поводу, опять же, вот банковского вот этого вот небольшого микрокризиса, связанного с тем, что, наверное, все-таки регулятор не имеет намерений как-то навредить системе. Все-таки у него задача стабилизации стоит в первую очередь. И так как центральный банк, он имеет надзорную функцию над банковской системой, то он волен принимать те или иные решения, просто иногда возникают вопросы, почему именно этот банк и почему именно в этот момент мы можем вспомнить там 2004 год, мы можем вспомнить банк Москвы, мы можем вспомнить вот Мастербанк и то, к чему это в конечном итоге приводит, что все бегут за депозитами, за своими. И вот то, что произошло, как вы говорили, отзыв нескольких лицензий. Я читал там некоторые комментарии по этому поводу, в том числе чиновников СЦБ, что не было предпосылок вообще фундаментальных к тому, чтобы отзывать лицензии, но происходит, скажем так, некая спекуляция, то есть спекуляция каких-то, ну скажем так, недоброжелателей, которые в конечном итоге провоцируют отзыв депозитов. А недоброжелатели из какой сферы? А вот это вот совсем непонятно. Может быть, недобросовестная конкуренция. Вполне вероятно. Потому что рынок региональный, он же все-таки не такой большой, как центральный регион. Там, как правило, присутствует несколько крупных игроков, и они борются за свою клиентскую базу очень активно. И репутация там очень важна. Соответственно, какие-то рассылки неблагоприятные с намеками на то, что все не так хорошо. Все сразу провоцируют к желанию забрать свои депозиты. И здесь, наверное, стабилизационная функция агентства по страхованию вкладов, она первоочередна. И что важно, все-таки это не снимает ответственности с вкладчиков за то, кому они несут свои деньги. То есть выбор банка по размеру процентной ставки это не всегда положительный фактор для определения своей инвестиционной идеи. А иногда даже наоборот, да? Это такой сигнальчик о возможных последствиях. Ну и буквально два слова, Иван, Женя. Смотрите, вот эти последние события, поскольку мы о них заговорили, давайте на этом и закончим. Они повлияли на динамику курса рубля к доллару? Или все-таки, что называется, валютные риски с этой точки зрения мы не рассматриваем? Ну, как только было сообщение о мастер-банке, рубль, насколько я помню, отреагировал падением. Как-то участники рынка первой реакции испугались, продали рубль, но потом все это нивелируется достаточно быстро. То есть спекулятивная какая-то? Если была, то спекулятивная реакция, Женя. Да, я думаю, что была только спекулятивная, потому что в таких ситуациях всегда возникает вопрос, что произошло, кто следующий и как защитить свои вложения. Ну, соответственно, здесь в первую очередь открытость ЦБ в вопросе прояснения ситуации. Спасибо. Спасибо. Евгений Кошев, Иван Анашкин, сегодня в студии сухого остатка обсуждали, как всегда, текущий рынок. Спасибо огромное за участие. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов на рынке. Продолжение следует... ...